Я думаю, что когда речь заходит об ответственности, она всегда проистекает из взаимоотношений, и поэтому если у меня есть отношения с отцом, тогда я собираюсь начать действовать исходя из этого, и следовательно не из-за утраты идентичности. Так что чем больше я поддерживаю отношения с отцом, который дает мне представление о себе как о сыне, тем легче мне действовать исходя из этой идентичности, а не пытаться не действовать исходя из того, чем я не являюсь. Таким образом, часть проблемы церковной системы и взаимоотношений внутри нее заключается в том, что она фокусируется на том, чтобы ты старался чего-то не делать. Видишь ли, если ты грешник, спасенный благодатью, ты будешь грешить, потому что считаешь себя грешником, но в этом смысле ты все равно останешься грешником. В то же время, если ты считаешь себя святым сыном, то именно таким ты и будешь действовать. Сейчас, в процессе обновления нашего сознания, могут возникнуть ситуации, когда мы во всей полноте осознаем, что такое сыноство, и это проистекает из отношений взаимодействия с огромным миром. Суммируя мысли Бога о нас, мы все больше и больше осознаем нашу истинную природу, и поэтому мы все больше и больше действуем исходя из этой истинной природы, а не из процесса, в котором мы находимся. И конечно же мы начинали не с нейтральной позиции, когда у нас ничего не было. У нас есть истории и прошлое, которые, вероятно, были связаны с утратой идентичности, и поэтому у нас могут быть нейронные пути и связи с утратой идентичности. Воспоминания, связанные с утратой идентичности, воспоминания, связанные с травмами в нашем прошлом, которые иногда запускают наше поведение. Проблема в том, что если вы сосредотачиваетесь на негативе, негатив занимает самое большое место в вашем сознании, и вы пытаетесь не делать чего-то действительно плохого. Потому что это просто фокусировка на негативе. Это как если бы я сказал тебе, не думай о красной машине, не думай о красной машине, не думай о красной машине, ты сразу же пытаешься не думать о красной машине. Ты думаешь о красной машине и пытаешься не думать о красной машине. Так что если наше сознание больше сосредоточено на нашей утраченной идентичности в прошлом, а не на реальности того, кто мы есть в настоящем Тогда мы будем продолжать действовать исходя из этого, и религиозная система постоянно фокусируется на этом Так что чем больше ты сосредоточен на своем истинном Я, как на Сыне Божьем, тем меньше негативное поведение играет роль в твоей жизни Но происходит обновление мыслительного процесса, и мы продолжаем осознавать это, следя за тем, чтобы не впасть в чувство вины, стыда, осуждения Потому что Бог никогда не навлечет на нас чувство вины, стыда, осуждения, жизни, которые все еще сосредоточены на травме или на чем-то, что произошло с нами или связано с нашими предыдущими переживаниями, Бог понимает И Бог хочет, чтобы мы сосредоточились на том факте, что мы уже прощены, и мы сосредоточились на сознании прощения Таким образом, мы заявляем о своем прощении, а не о своем раскаянии и печали Это не значит, что мы не сожалеем, если делаем что-то, что причиняет боль кому-то другому или нам самим, но суть не в этом Суть в том, что я прощен Я благодарю тебя, Отец, за твое прощение Ты уже многого достиг во мне Я сосредоточен на прощении, а не на том, что я червяк Я не такой, о, посмотри, что я наделал Мне так жаль, я просто ужасен Не делай этого Вот цитата, которую я использовал несколько раз Я осознаю, что до тех пор, пока у меня есть сознание греха, я всегда буду видеть, что со мной что-то не так, большое или малое, что не нравится Богу Это всегда будет вызывать чувство вины и стыда, которые заставляют нас убегать от Бога Сознание любви, благодати и праведности всегда будет приносить мир и радость Бог всегда улыбается нам Чем больше у тебя отношений с Богом, тем больше сыновняя ответственность будет направлена не на изменение твоего поведения, а на то, чтобы в повседневной жизни ты был настоящей личностью Но это же процесс Ты не неудачник, ты в процессе Так что ты обновляешься, твой разум обновляется, и все в порядке И Бог понимает, что в процессе обновления мы иногда отвлекаемся от того, что еще не обновлено, но это не меняет того, кто ты есть То, кем ты являешься на самом деле, начнет приводить к обновлению твоего сознания, потому что это произойдет в результате отношений и принесет пользу Субтитры создавал DimaTorzok